всем привет вот как видите имею вот такой автомобиль volkswagen golf 2001 года 1.9 дизель данный автомобиль уже не едет так как вклинила коробка вот как видите выбило в коробке в корпусе вот такие отверстия теперь я сниму коробку с автомобиля посмотрим визуально как коробка работает какая у нее конструкция с чего она состоит и какие металлы содержит и в каком количестве я думаю это будет интересно и мне и вам ну что погнали и так вот я разобрал сделал подход коробочки сняли стартер снял выжимной цилиндрик сцепление механизм от кулисы для переключения передач подвесил двигатель осталось открутить два вот эти болта прежде чем их откручивать пойдем снимем колесо открутим шруцы полуоси и снизу остальные болты вот так выглядит двигатель с коробкой снизу перед крутим вот этот шрус и вот тот шрус полуоси вот эту подушку три болта и будем снимать коробку смотрите какую дырень выбила здесь вырвала здесь выломала в коробку короче ребята кому интересно какая у него конструкция какие металлы она содержит и так далее смотрите дальше и так вот я открутил шрус один вот второй подушку вот болты все открутил и держится коробка на одном болте вот так выглядит ну что снимаем и смотрим что там с ней и так вот коробочку сняли вот маховичок вот какая пустота даже повредила маховик слегка вот так маховичок хорош вот коробка несем ее на стол будем смотреть и так вот наша коробка которую мы сняли с автомобиля данная коробка подходит на двигатель 1.3 бензин 1.9 SDI визель как видим разорвала корпус коробки в середину в отсек сцепления и также разорвала сам редуктор вот как видите с этой стороны где установлен на коробке редуктор вот какие отверстия разломала сам корпус редуктор как видим на коробке в с этой стороны есть рычаг которому непосредственно подключаются тяги от самой кулисы и таким принципом переключаются передачи с первой по пяту и в том числе задние дальше есть на коробке устроен вот такой сапун сапун существует для того чтобы не разорвало бы коробки если будет за много масла или появятся в самой коробке ненужные газы дальше установлен датчик скорости который фиксирует скорость с которой мы едем и отображает его на панели приборов на спидометре еще один есть датчик это заднего хода когда мы включаем заднюю передачу у нас сзади автомобиля горит белый свет и таким принципом сигнализирует что мы едем задним ходом здесь есть отверстие при помощи которого мы можем увидеть метку на маховике когда выставляем угол зажигания на главном ремне на двигатель одна из меток это кронштейн для крепления коробки и также здесь устанавливается подушка двигателя здесь подключается два шруца через полуоси и на колес и таким принципом появляется привод автомобиль задней части коробки есть вот такой болт так сказать вот такая заглушка пробка через которая заливается в коробку масло и тем же контролируется масло уровень в коробке если масло выливается через отверстие значит уровень масла коробки конечно автомобиль должен стоять в тот момент ровно с другой боковой стороны коробки есть отверстие где устанавливается стартер и лапка степления на эту лапку устанавливается цилиндрик и когда мы нажимаем на педаль степления автоматически нажимаем и главный цилиндрик степления который передает гидравлическую силу на цилиндрик который устанавливается на эту лапку и цилиндрик выжимает сцепление когда ту лапку нажимает цилиндрик выходит вот этот шток с коробки и давит на корзину корзина отводит диск от маховика и в тот момент мы можем переключать передач немножко рассказал вам о коробке насколько сам конечно знаю и понимаю дальше разберем данную коробку и визуально посмотрим какая у нее конструкция какие она содержит металлы и в таком количестве я думаю это будет интересно и вам и мне вот такое крепление коробки дальше будем снимать датчик датчик скорости выглядит вот так дальше будем снимать датчик датчик заднего хода выглядит вот так дальше снимаем контрольную заглушку вот такая заглушка посмотрим что находится под этой крышечкой здесь как бы устроен механизм степления такой механизм степления устроен здесь вот таким принципом нажимает на вал на тот прутик и выжимает степление ну что снимаем вот эту часть коробки вот эта часть коробки где установлена лапка степления вот сам механизм степления деталька одна деталька шток сцепления первичный вот такое крепление первичного шруса от коробки вторичный шток степления открутим еще одно крепление внутреннего шруса так же само выглядит одинаковое небо такие вот пальчики три штучки стоят вот как все выглядит в середине когда мы сняли штопорное кольцо и пальчики две передач здесь есть на этой шестеренке разбираем дальше штопорное кольцо сняли сняли одну шестеренку здесь есть болт вот видеть надо его открутить так открутили болт вот целый комплект шестеренок одна вторая вот это главное через которую включалась одна передача или вторая передача остальные внутри передачи находятся здесь две были вот как все выглядит надо открутить вот эти четыре болта откручиваем вот переключала таким макаром передачи наша лапка вот переключала таким макаром передачи наша лапка корпус из плава алюминия как видим здесь больше ничего не осталось пустота перед этим была вилка в верхней части там были две передачи здесь на этой оси вилка внутренняя шестеренка и как видите одна две шестеренки еще две передачи здесь вилка тоже две как и здесь шестеренки и внутренняя еще две передачи это всего четыре внутри передачи и там наружи еще две были всего шесть передач в данной коробке это значит первая вторая третья четвертая пятая и задняя ну что разбираем дальше раз шестеренка целый вал и вот это внутренняя шестеренка включить выключить еще одна шестеренка здесь стоит еще один штопор как видим эти штопора снять не так просто хоп шестеренка два шестеренка игольчатые подшипники штулочка ну и вот сам механизм где была передача переключения раз латунь два вот вал какой который уже крутил сам ряду вот сам редуктор видите его разломала у меня вот редуктор одной не хватает шестеренки видите должно быть четыре вот тут и была причина его разломала вот даже видно следы ну как видите вот такая была конструкция у коробки а дефект был именно в самом редукторе вклинила редуктор и все а теперь давайте посмотрим сколько было в коробке черного металла и цветного теперь чтоб свесить мне тяжелый металл железо надо сложить мелкие детальки вот в такую емкость тогда будет мне проще вот весь металл черный тяжелый в этой емкость как видим тяжелого металла в коробке механической коробки не автомат 18 килограмм 100 грамм тяжелого металла железо забыл показать в коробке еще стоит магнитик вот видите который собирает стружку которая появляется во время трения когда коробка работает итак ложим алюминий смотрим сколько было алюминия в нашей коробке как видим уже чистого алюминия без железа здесь алюминий очищены очень хорошо 11 килограмм 300 грамм и еще в коробке было вот такая кучка бронзы видите пять вот таких колечек это бронз грамм 300 бронзы в данной коробке вот и весь металл который содержала коробка теперь каждый индивидуально по своему региону может посчитать сколько можно получить денежек если сдать этот металл на металло скупки а на этом у меня все всем спасибо за внимание всем пока